Кошки у нас заперты, видите как палочка подпертая, а там картонка, вот я палочку убираю, чтобы они не вылезли. Почему? Ветер оттуда дует холодный. Теперь положок, это не просто так, а крепкая материя, раз, два, три, четыре, шесть раз, шестикратная, свернутая. Теперь я его так откидываю в сторону, вот она играет, картошенькой такой, буско. Теперь я открываю, первая, рыжая, буско, белая, но, ну давай, давай, заспались, ой, бегом. Теперь я сразу закрываю, и они подходят, сами открывают, вон они где, о, хвосты, и все кошки. Котика у меня нету, кошки. О, пошли, пошли. А ну-ка я с вами оторвать ее или не оторвать. У меня специально маленькая рыбка, Володя нарезает, маленькая, подожди, да не баллась я с ней, гляди. Сейчас я крикну вот эту вот, буско, прибежит она ко мне или нет, я приучаю, чтобы она прыгала. Буско, ко мне, вот она где, берет она, буско ко мне, как собачка, буско ко мне. Все, слопала, беги, ешь туда, бегом скорее. Володя над ними, Володя мне нарежет рыбким, это, мойвым, маленькими кусочками. Что ты еще-то мне сегодня не положил? Нет, нету. А ты вот оттуда-то не положил маленько. Так, ну, иди, что мы тут делаем. Володя, раздели. Первым делом, что утром ставим? Просворка к каждому. Видите, маленько, для здоровья. Святая вода, вот я показываю, с собой святую воду брали, ездили. Ну, представьте, порт, находка, проехать всю Россию, так мы везде, допустим, Хабаровск, по всем районам, Кемерово, по всем районам, районным центрам. А бывает, как в Алтае, там 44 центра, это 44 с разных сторон, там и Красноярский край, там лесосибирская, Енисейская шли. И везде воду брали, и пили воду сырую. В одном месте мы брали, то там вода была, ну, я даже сейчас не могу показать, на что похоже-то, ничего такого нету. Вот коричневая, ну, более коричневая, чем вот эта луковица. Вот такая вода была, абсолютно невозможно пить-то, все равно нам варить надо, варили и пили. И никто, никто не заболел. А почему? Просторы, еда. Еда просторки маленько с собой я набрал, и воды святой. Вот, Володя, морковка. Морковка, это каротин для глаз. И я этим занимался, с собой было мешок, морковки, брали-то на полтора месяца примерно. И дорогой останавливаемся, где-то там ночью вытаскивают там продукты, как-то свет не разжигаем, нам нельзя мигнуть даже нигде. В одном месте опоздали, разводить надо разогреть, так мы вот так палатку дуем держали, чтобы с дороги не было видно огня. А высоковольтная линия над нами, тут вообще рассказать все. Собака привязана рядом здесь. И вот как вспомнишь все, как Бог чудно все делал. А я сразу морковку очищу в темноте и начинаю тереть. Им не даю этим, ребята, вас все равно маленько дам. Главное это шофер, чтобы зрение было хорошее, ну и себя не обойти. Как говорится, любимого. Мне никак нельзя по-другому, у меня много времени. Лизовая книги больше 30 тысяч часов провел за компьютером. Это не игрушка. И вот однажды мы в одном месте съехали с трассы-то, а рядом как бы так с горах идет и как бы лесополоса. Ну не лесополоса, а такой в виде короткого такого расстояния лес-то за него. И вокруг объехали, и видно маленько тут поляночка. Мы ее свернули. Свернули уже темно. Темно, и мы ей свет не даем. Ну что, начинаем разводить. Ну а где? Надо искать же сухие дрова. А я сделал такую решетку, ну вот такой примерно ее ширины. И у нее как приваренные ушки такие, железные, длинные. Вот. И как-то, ну и длиной примерно так на чайник и на кастрюлю места на решетке хватало ставить-то. Ямочку выкапываем, ну сантиметров 40 ширины. И длиной сантиметров 70 ямку. Ну и глубиной сантиметров 30 может быть. Тут разжигаешь. Огонь никуда не идет. И решетка сверху, она не провалится, у нее как проушины сделаны. И две посудины ставим-то. Ну дров-то где брать-то? Я вот так только лопатой начинаю ковырять-то и куда кидать землю-то из нее. А рядом, потом уезжая опять все заболеть и нигде, чтобы не было. И дерн сверху, в сторонку, а потом закрыли. Очень аккуратно. Дрова лежат в поленице. В траве заросшие не видно. И мелкие как раз для нас березовые, сухие. Прямо сложены вот таким размером и в поленицу. Ночью, в незнакомом месте. Это что? И она небольшая поленица, вот такой высоты примерно, ну метр нам хватило здесь. Ну один раз делаем ТКГ, сейчас мы разжигали, а утром уже ничего не будет. В другой раз едем. Ну это можно сказать случайно. Но в другой раз едем. И горы, горы негде остановиться. Наконец-то мы вырваемся на простор. Шофер Николай Кручина. Ну наверное, говорит, вот здесь, там видно, маящик в темноте, какой-то участок леса. Отдельно, там береза уже. Он сворачивает, и в самом деле дорога, потом он сворачивает, и видно, что еще пока светит светом. И мы едем. С этой стороны околочка останавливается. Машину все заглушил. Я беру лопату, надо копать. Подошел, я здесь буду копать, глянул. А тут то место, когда мы туда ехали, тут останавливались. К тому месту, в том же районе, среди ночи, и лопаты, на размер лопаты даже не отошли в сторону. И не знаю, не видя ни околочка, ни места. Так не бывает. Это как нас за руку Бог вел. Это я все вспоминаю только. Где-то нас, ну, такая, говорится, обстановка или погода зажала. Никак нельзя. Но никак. Наконец мы свернули ездить встать. И сумели собрать даже при дожде. Что-то сготовили прямо внутри, где в машине самой, там газовая такая была, у него взяты баллончики где-то. И тут дождь хлещет на нас. Он мимо идет, как бы, сзади дверка открыта у газели там. Пообедали, опять выехали на трассу. Но в одном месте было однажды так. Какое-то место, я не знаю, что это, какой район, сейчас не могу ничего вспомнить, но какая-то республика была. Республика, там что-то такое, я даже не знаю, что там, не Татарстан, а что-то там, ну, рядом где-то у них. Вот. Кугультинах там из этой местности. И мы только решили вот в это место заворачивать-то. Околочек-то. А глядим, там ребятишки. А мы-то вышли с собакой и трое с бородами. А ребятишки-то небольшие. Как-то они сейчас становились куда-то бежать, но видно, они не одни были. И что они там сказали? Мы только хотели располагаться. Введем оттуда машину. Машина остановилась, оттуда вылазят такие, как, ну, не русские. Мы сразу... А еще ничего мы не выложили. Машины даже нет. С собакой заскочили, быстренько разворачиваемся, они за нами. Мы на трассу, на трассу вылетели, они за нами. Но теперь не отставай, нигде жать. Ну, тогда до первой остановки заправочной доехали до города, а те где-то отстали. Чего они за нами погналися? А может быть и не за нами, но мы так подумали. Ребятишки. Побежали, кто-то с кем-то они приехали, там нажаловались. Вот такие истории, когда вспомнишь только как, а где если находишь ветки, срубленные деревья, мы ветками машину обкладывали, а еще когда бывает заедешь, как просека свернешь, нас не найдешь. А тогда уже к дороге выходили, даже это видео у нас снято, и вечером где помолиться, об этом всегда думали. Утром, как мы выезжали у хозяев, Бог давал ставку в шахтах, там Суворовы. Ой, у нас Николай Павлович, а там Павел Николаевич был. Ну, хорошие-хорошие люди. Жена там у него Зина, Зинаида, как родных. И там что постирать берет, ну, какими-то путями из рук вытащит, и равно все сделает, постирает. Купит, на стол составит, пейте, ешьте, нам отдали там, где кухня, готовить. Приехали в Калуге, там тоже у одних остановились. Та же самая история. И человек там, какой-то эстонец он, или кто такая фамилия. Мы не сами ехали. Это была миссия. Вот, допустим, мне вспоминается в Австрии, как было. Там ходи, подошли, русская машина. Они вот так перед нашей газелью встали и фотографируют русские люди. Вам, может, переводчик нужен? Да нет, говорим, не надо. А тут их какая-то резиденция какая-то стоят. Ну, представьте, перед нашей газелью. А другие, которые считают, газель, Россия, Путин. Газель, Россия, Путин. Вообще, от таких стран было, где там во Франции, где машина у нас первый раз сломалась. В Португалии, там в Испании, особенно в Испании нам досталось. Где-то с дороги маленько не так съехали. Едем, едем. Заправка нескоро. Заправок никаких нету. Степь одна. Ой-ой-ой. И Господь дальше как за руку взял в незнакомом городе Виссабоне. Нашелся человек, дали ему деньги. И он привез прямо к русским. А у них престольный праздник. Русская церковь. Самое неприятное было в Риме, когда мы уже расположились спать там в храме Екатерины. И вызвали ночью священника, и он нас выгнал. Ночь. А вы выезжайте, чтобы не мешать, около двери дерево растет, между деревом и стеной. Даже вот с двух сторон, кажется, вот такого расстояния нет. Это Николай, ну, дальнобойщик Курчина. И туда заехал. И он пришел. Уходите отсюда. Мы говорим, нам некуда. Здесь закрыто все. Здесь можно где-то сходить хотя бы. Воды набрать рядом колонка. А мы вместо пустыни. Нет, придут там эти гренадеры или кто они тут. Полиция по их называется. Выгнал. Выгнал. И нам даже в туалет сходить некуда. Мы говорим, ну, куда мы поедем среди ночи. И тогда рядом с ним кто-то приехал. Мы говорим, из России. Документы показываем. Никаких. Поп. Православный. Русский. Такое отношение чудовищное просто. Не было нигде. Нигде за границей. Самые хорошие приветы, может быть, были только там, где Чечня и Дагестан и прочее. В Турции особенно понравилось. А это православный в городе Рим. Вот кто услышит, узнаете там высокого роста. И с ним был мужчина и говорит, хорошо, я с вами поеду. И поехал впереди нас. И указал, где остановиться. Где можно найти не пищу, а туалет. Это самое важное. Вот что, пошли за стол. Садимся. Выключать надо этот свет. Ну, покажи, кому помню.